Брат вышел покататься с ребенком 11 месяцев. Ребенок очень любил эту карусель. Вышли, сели. Я пока дверь закрывала. Выхожу, и ребенок плачет. Что-то случилось. Сел на карусель, толкнулся. Не раскручивал ее сильно, не шатал, ничего. Она падает. Хорошо, ребенок упал на меня. Ребенка в тот день Юлии пришлось успокаивать целый час. Что касается брата, у мужчины после падения гематома коленки. Опасную конструкцию, вырванную с корнем в воскресенье, с детской площадки сегодня утром никто не убрал. Малыш, переживший крушение карусели, теперь, видя ее на прогулке, ведет себя настороженно. Он уже смотрит как-то так на нее, с испугом. Он в подходе начинает дергаться. Как вышло, что детская площадка, построенная лишь год назад, стала опасна для жизни. Жители разводят руками. Говорят, и сертификацию прошла, и средств на нее потрачено немало. Комплекс строился на Гранд-Мэрии и обошелся в 900 тысяч рублей. Это вместе с благоустройством двора и устройством баскетбольного поля. Часть расходов разделили и сами жители. Мы должны заплатить деньги за вот эту площадку. Что тут сделано было? С однокомнатной, тысячу с чем-то, с двухкомнатных, вот у меня двухкомнатная квартира, тысячу восемьсот шестнадцать шестьдесят копеек, а с трехкомнатных две с половиной. В комитете ЖКХ по поводу рухнувшей карусели сегодня провели целое расследование и считают, что бремя ответственности должны между собой разделить как взрослый, севший на карусель, по документам, рассчитанную на детей от четырех до десяти лет, так и муниципальная управляющая компания «Центральная», которая должна была следить за всеми конструкциями площадки. А карусель, по данным комитета, вышла из строя далеко не в день падения. Установлено, что некоторое время назад сама карусель была практически выкорчевана из опоры, из бетона, группа излишнеактивных подростков, скажем так, и находилась уже в неустойчивом состоянии. И гражданин, который упал вместе с ребенком, он сел на нее, на уже находящуюся в ослабленном состоянии. Площадка, по сути дела, все это оборудование является общим имуществом собственников. Соответственно, всю ответственность по содержанию общего имуществом собственников, по действующему законодательству несет управляющая организация. Алексей Пахоменко подчеркнул, управляющие компании за невнимательное отношение к обязанностям уже сделано предписание. Коммунальщики должны будут еще сегодня за свой счет починить карусель и поставить на место, более серьезно укрепив основание. Наверняка после ремонта вернется к аттракциону и любовь детворы. Но, по крайней мере, один малыш в этом дворе уж точно крутящейся конструкции еще долго не подойдет. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город».